Впервые такие меры ЕС применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от американских санкций. Кроме того, положения блокирующего постановления были распространены в отношении принятых США в том же году санкций против Ирана и Ливии. Документ от 22 ноября 1996 года носит длинное название «О защите от последствий экстерриториального применения законодательства, принятого третьей страной, и действий, основанных на нем или вытекающих из него». Он был составлен таким образом, что позволяет исполнительным органам ЕС добавлять или исключать законность приложения к правилам. Благодаря этому постановление может быть задействовано и в случае новых санкций США против Ирана, которые могут быть восстановлены после выхода Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий СВПД. Формулировки, приведенные чиновниками ЕС свыше 20 лет назад в обоснование документа, звучат как никогда актуально, принимая во внимание, что законы, принятые третьей страной и направленные на регулирование деятельностей физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией государства члена ЕС, в силу своего экстерриториального применения, нарушают международное право. При этом ни одно лицо, упомянутое в документы, не должно выполнять, будь то непосредственно или через дочернее или иное посредническое лицо, активно или преднамеренно, какое-либо требование или запрет, включая просьбы иностранных судов, основанные на законах, указанных в приложении. Постановление предусматривает также наказание за выполнение указанных санкций.Согласно 9 статье, каждое государство-участник должно определить санкции в случае нарушения соответствующих положений, и такие санкции должны быть эффективными и соразмерными. Таким образом, ЕС рассчитывает защитить интересы европейских экономических операторов, сотрудничающих с иранской стороной. Если эта мера сработает, взаимодействие в сфере торговли и финансов продолжится, и Иран получит косвенные гарантии, что предусмотренные ядерным соглашением экономические выгоды могут быть защищены от воздействия американских санкций. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как совместный всеобъемлющий план действий, СВПД, была достигнута Ираном и шестеркой международных посредников, Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобритания и США совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров. В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном, действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Продолжение следует...